итак едем дальше смотрите какая здесь красота и краски осенью деревья просто стоят нам прямо сейчас мы проедем поднимемся немножко вверх здесь по дороге здесь полностью построили новый микрорайон 10 лет тому назад здесь еще были холма и леса просто лес все это вырос вот на наших глазах больше удалочка это все видела потому что она здесь работает в этой эре и в этом районе и она почти каждую неделю здесь ездит вот это все это госпиталь дал слева вот у знак стоит что это госпиталь а справа вот это все полностью дома апартменты квартиры полностью все новенькая смотри как здесь красиво гран-прич-пласс понятно вот это госпиталь туда на въезд госпитал красотищи слушать дорогая ты там нажала что мне кажется ты кондиционер причем очень холодно машины окей здесь находится куча магазинов я смотрю да полностью вся инфраструктура рестораны старбакс слива здесь полностью я смотрю все новое как магазин вот этот сайт новый здесь твой брат лежал проводить эти часы да я на здесь работал мне рассказывал бары ага 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 рестораны бары ага 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 мы решили здесь тоже остановиться пройтись прогуляться по этому центру новостройки здесь куча магазинов банков тоже ресторанов ага точка как раз за эти из аква хобарт роуд каскад гор зацепилась и висит там видите слушай здесь так красиво смотри такие красочные тоже деревья везде высажены а стройка продолжается вон еще строят дом да все новое строится смотри эти холмы были вот такие все без суток ага 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 здесь продолжается строительство строят новые корпуса но здесь типа как кондо я смотрю они спальный район да но они строят как кондо видишь Трехэтажные такие. Слушай, сейчас дождь, наверное, будет смотреть. Из-за гор такие тучи. Переходят сюда, переваливают. Видишь, они уже сюда? Красиво. Зашли в вот такой вот японский ресторанчик. И Алла захотела суши. Заказали суши. Ждем. Здесь готовятся наши блюда. Алла. Короче, я заказал себе Монголия биф. Аллочка заказала себе суши. Но ей принесли какой-то суп сперва. Вкусный? С водорослей. С водорослей? Но вкусный не? Что-то такое, да? Ну, кушай, кушай. Хочешь мое бери? Нет, спасибо. Я сушу такую. А, ты ждешь суши. Понятно. Серьезно водорослей? Ну да, это морское. Короче, йод. Полезно. Полезно. Давай. Вкусный. Вау. Да, это самон. Это белый. Это белый. Это белый. Это тунер. И все вкусные. Хорошо. Попробуй. Хорошо. Извините. Да? Дай мне один шут виски. Один шут виски. Один шут. Ну что, дорогая? Довольно? Ну, не знаю. Я вообще-то суши заказала. А что это такое? Новый вид суши, наверное. Ну, рыба. Ну, ты захотела суши, а потом ты ему сказала, я хочу, чтобы оно все было кук, типа поджаренное. Вот они тебе все, я смотрю, поджарили там на гриле. Я хожу в рестораны. Они тебе просто пожарили рыбку на гриле вот так вот с зеленью. И все, и принесли. И думают, что ты будешь доволен. Конечно, я думаю. Ну, я думаю, что ты будешь доволен. Кушай на здоровье. Короче, монголиан пив до того вкусный. И соус у них такой классный. Не острый и не сладкий такой. Нормалечек. Виски. Ред лейбл. Пиво. Рам американское. А у дорогой здесь рыбка. С васаби. С васаби. Вот это зеленое васаби. Это... Наш хрен. Наш хрен. Натертый. Короче, хрен положили тебе на рыбу. Зинфаль, шеф. Довольная? Он такой острый, прям. Свежий. Класс. У нас высоко полет. Ну, вкусно. Да, вкусная рыба. Ну, на здоровье. Главное, что ты довольная была. Придется. Окей. Давай, дорогая. За тебя. Будь здорова. Дорогая, довольна? Почти. Да. Ты уже такой хорошенький. Надо еще на кофе раскрутить. Серьезно? Угуляйте, гуляйте. Да нет проблем, сейчас пойдем на кофе, значит. Все оплачивается. Какой ты добрый после конечка. С массовыми деньгами. Подошел карточкой в шморг и все. Америка. Америка. Главное, чтобы ты была довольна. Пойдем в Starbucks? Да. На них деньги, а в счастье. Сто процентов. Итак, покушали, закусили. Все было очень прекрасно. Рекомендую, между прочим, кто будет высоко, заходите в вот этот суши бар. Очень вкусно. Довольно-таки приятно нас обслужили, покормили. О, а рядом чайная, дорогая. Чая хочешь? А, ты кофе хочешь? Ладно. Где у нас Starbucks там? Идем в Starbucks. После вкусного ужина зашли в Starbucks на кофе. А здесь вот люди оставляют свои пожелания, комментарии. Съешь мой круассан, потому что я на диете. Здесь такие интересные все надписи. О, давай мы что-то оставим. Надеюсь, ручка есть? Листочек есть? Есть. А, нету этих самых. Листочков нет. Ничего, мы сейчас у них попросим. Ну и мы оставили свой комментарий. Ну, погоди. Это привет Байдену. Музыка. 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 Короче, мы решили поехать проехаться еще немножко по этому району. После того, как попили кофе. Ну, будем допивать еще в машине, как говорится. Здесь здание из кирпича. Да, здесь все здания облицованы кирпичом. Так красиво построено все. Чисто современный новый район. Но что интересно, вот меня удивило. Вот сколько мы ходили здесь, да, и в кафе заходили. Одни азиаты. Где американцы. Где американцы подевались. Алло. Китайцы. И вот здесь сразу начинается, видите. Спальный район. Спальный район. Жилые дома. Но дома, правда, на встроенные, смотри. Один на одном. Ни заборов, никаких. Неси себя дома в компьютерах, ей ничего не надо. Земли, карты, ножи. Да. Красивый коричневый. Дома здесь, конечно, красивые, богатые такие. Какой-то парк справа, да? Да. Покажу вам немножко Америку. Ну. Здесь какой-то парк или что? Ну, чисто такой маленький парк для людей. Для местных. Это же апартменты. Это апартменты, да, я так понимаю? На любой доход. Поднимемся сейчас туда на гору, там с той горы, я думаю, будет красивый обзор. Нет, если там есть какая-то похожая площадка такая. Здесь давай уже подороже. Да, да. Да, я вижу здесь большая площадка. Ну, здесь вот справа какие-то, они все похожи. Слева туда вот продается. И в табличка. Вот так вот Америка живет. Дома покрашены в разные цвета. Дома покрашены в разные цвета. Ну, красотища, смотри. Сейчас эти все кусты. Разными цветами. Все цветет. Вон там вид красивый. Просто обалдеть. Все цветы. Сперва, я хочу! Здесь пожарная часть, пожарная станция, почта, интересно, что на настройке с кирпичом. Да, все, плитцом на кирпичу. Красиво, здесь очень красиво. Красивый райончик. Все в одном месте. Работа, дом, инфраструктура, магазины, все в одном месте. В принципе, как у нас в Союзе было, да? Можно легко уходить. Ну, здесь дороги, видите, построены так, что ты в одну сторону ездишь по одной дороге, а назад возвращаешься по другой. Одностороннее движение. Ну вот, мы обратно вернулись, переехали к Старбаксу, где мы пили кофе. Вот, слева. И сейчас дорога налево домой. А вид, смотрите, какие красивые там открываются. Обзорно. И внизу там есть с ума Мишлэш. Внизу озеро с ума Мишлэш. С той стороны вон там тоже большой красивый спальный район. Белико дома. Очень дорогой тоже. Виды здесь, конечно, красивые горы. Все желтеют. Деревья. Вот, слева находится госпиталь. Видите, огромное такое здание. Здесь вот дорога идет в очередной спальный район. Та резкость не фокусируется. Та резкость не фокусируется. У него стекло там не фокусируется. Вот здесь вот внизу следующий какой-то красивый райончик. Живой. С домами. Кондоминиумом. Проедимся глянем. Такие улочки здесь узенькие, конечно. Ну дома такие. Проблемы с парковками. Проблемы с парковками. Проблемы с парковками. Как я смотрю. Да. Вот это что в Америке мне не нравится, что вот строят они вот эти дома, как курятники, один на одном. А парковок нету. А у некоторых людей по две, по три машины. Вечная американская проблема. Ну это Кондо. Я так понял. Все новенькое. Все с нуля. Ну я думаю это Кондо. Видишь? Такие? Да. Так вход один. Ну да. Он трехэтажный. Это дом. Это дом. Угу. Средств это больше я смотрю. Один вход. Угу. Угу. Вот это вот офис, где ты можешь сюда прийти и разузнать и выбрать себе жилье. и купить здесь домик. Вот эти вот. И опять же одни китайцы. Ускорывался. А здесь еще видно, что это только новое, только люди заселились. Потому что деревья, видите, в этом году все посажены. И здесь еще продолжается строительство. Понимаете, что камни? Вот. Вот. Вот дальше все еще разделывается. Здесь еще до сих пор стройки. Видите? А вот дальше здесь еще дорога разделывается. Все в проекте, как говорится. Так что как-то так. Так. А мы приехали с новым постройкам, который только строится. Чем здесь отличается от салюта. Сначала сделают дорогу, подведут всю канализацию, воду, свет. Но только тогда уже строят. Ну, как говорил один знаменитый блогер, которого мы смотрим. Аликс Брежнев. Аликс Брежнев. Дома из говна и палок строятся. Смотрите, какая красота. И люди живут. И они стоят эти дома, никуда они не деваются. Ничего с ними не случается. Как мы видели, старые дома. Да. Дерево и вот эти новостройки. Вот так вот, ребята. Решил вам показать немножко новостройки. Наши американские. Вот такая у нас загнивающая Америка. Да, скоро кирдык ей будет. Как все говорят. Кирдык скоро вам будет. Ну, по крайней мере, все строится. Все процветает. Живем. Есть что кушать. Есть работы. Идут какие-то строительства. Кладываются деньги. Развивается инфраструктура. Так что, как-то так. Будем жить. Не хотят люди работать. Берут иммигрантов. Приезжают иммигранты и пашут. Ага. Вот это госпиталь. И так, ребята. Познакомил вас немножко с новостройками. Новые. Судите уж сами. Как вам Америка. Комментируйте. Пишите. Задавайте вопросы. Ну, люди сидят себе сейчас. Хоккей смотрят. Сейчас как раз идет. Ой, футбол американский. По телевизору сейчас футбол как раз идет. И все сидят, втыкают этот футбол. Ну, а мы домой, да? К нам пора домой. А мы сейчас по 90 еще проедемся. Я давно уже там не ездил. Покажу вам тоже. К водопаду съездим? Ну, может, к водопаду съездим. Поехали? Конечно. Да. Короче, идем на 90. Сейчас. В направлении Спокен. Поедем к водопаду. Проедемся. Итак, идем по 90. В направлении Спокена. Здесь спидлимит 70 миль в час. Мы идем 75 миль в час. Кто-то тут стоит. Полицаи нет. Я обычно здесь еду 90. Ты обычно уже здесь 90? Конечно. Ну, ты у меня Шумахер, я знаю. Но не дай бог, чтобы у тебя было так, как у Шумахера. Так он на лыжах пострадал. Ну, не важно, дорогая. Лучше соблюдай правила и езди нормально. Если бы приехать в вот этот транспорт, дорога чистая, что тут есть? Ну, здесь можно ехать 70 миль, а превышать можно там на 6-7 миль, но не на 10 уже. 80 уже запрещается. А 90 можно? А 90 можно? Ну, ты вредная, я тебе говорю. Смотрите, какая красота. Горы все. Видите, как красиво? Желтеет все. Просто красотища. Сейчас уже начало немножко моросить. И если вы замечаете, мы поднялись на ту горку, где я вам показывал, через которую тучки переваливали. И вот мы сейчас как раз поднимаемся на пик этой горки. В тучки эти едем. В облака. Красота. Просто красота. Просто красота. Ну а сейчас мы приехали в другой городок. Называется Снохвалми Рич. Направо туда пойдет Нордбенд. Городок. И это тоже полностью, можно так назвать, новый район. Этому району буквально где-то 15-18 лет. Как здесь вот это все построилось. Раньше здесь все это было лес. Мы когда приехали в Америку, здесь полностью были леса. А сейчас здесь жилые районы, спальные районы, дома тоже полностью построены. Магазины, рестораны, бары, инфраструктура и огромный жилой комплекс. Тоже красота неумерная. И вот он начинается здесь. Здесь в основном живут американцы. Слева за правой, справа пожарная часть. Ага. Тоже рестораны, магазины, бары, бизнес-центр, магазины. Все точно то же самое, что и в том городке, в котором мы были. Ну и спальные, жилые районы. А экология здесь не очень хорошая. Да, здесь за горами. Воздух просто красивый. Зимой здесь снег попадает часто. У нас сетли нету, а здесь нету. Да. Да. Это все называется Снохвалный паз. Рич. Ну, городок Рич называется, а так это паз, типа как бы... Перевал. Перевал Снохвалный. Горный такой вот перевал. Так, мы очень быстро едем. Надо придерживаться. 39, нормально, нормально. Разогнался чуть-чуть. И вот мы спускаемся в такую долинку, где здесь течет река. Горная. И мы подъедем еще, прогуляемся возле водопада. Здесь очень красивый водопад. Называется Снохвалный паз. Снохвалный водопад. Там вот жилой район. Здесь также есть очень большой гольф-клуб. Для гольфистов. Здесь на этом гольф-клубе даже проходят соревнования мирового уровня. Так сказать. Ну, я правда в гольфе ничего не шарю, не разбираюсь. Это не моя тема. Красота этих деревьев просто завораживает. До того все красочно, красиво. Желтые, красные листья. Просто обалдеть. Что ты там смотришь, дорогая? Такая большая собака. Да. Да. Не знаю, где видишь. Я вас имел. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь возле с нахвалами фалс ресторан такой, который называется Twin Peaks. И здесь гостиница такая, и здесь свадьбы проходят. Вот как раз сейчас там проходит свадьба, невеста вышла с женихом. Мы здесь тоже два раза были на свадьбе наших друзей. Очень красивое место, очень красивый вид на водопад. Итак, здесь это лоджий спа называется Селищ. Здесь когда-то снимался знаменитый сериал Twin Peaks. Ну и вот сам водопад. Но мы пройдемся дальше на центральную смотровую площадку. Спускаемся к центральной смотровой площадке. Здесь везде вот эти канадские клены растут. Очень красиво. Канадские гуси полетели. В теплые края. Здесь мини-клен. Малинка. Субтитры создавал DimaTorzok Мы идем на самую дальнюю смотровую площадку, с которой самый лучший обзор этого водопада. Сейчас после дождей поток воды очень сильно увеличен и водопад просто бурлит. Итак, отсюда открывается самая лучшая краса на этот водопад. Вот такой каньон, все это сделано природой и потоки воды спадают. А вот это здесь снимался фильм «Твин Пикс». Красота неумоверная. Там где-то вода пробивается через скалы. Но это специально прорубленный туннель, который идет на охлаждение турбин. Дело в том, что здесь дальше, вот туда, там находится электростанция. Там стоят турбины, которые вырабатывают электроэнергию. Вот здесь показано, видите, вот этот пробуренный специальный канал, который идет на охлаждение турбин. Водичка спадает, шлюз. И вот он доходит, видите. Вон его видно, вот там. Ну и рыбка здесь вот такая вот водится. Конечно. Здесь вот вдоль этого водопада, вот там вот, если вам заметно, идет железная дорога. И вот там, если вы видите, тоже мостик, видите, вот это. Там идет железная дорога. И когда-то раньше там даже поезд ходил. Лет 10 тому назад. Но сейчас не знаю. А вот тут здесь вот, вот это турбинный цех, где стоят турбины, которые вырабатывают электроэнергию. И вот здесь вот специально этот канал идет. Там вот водичка идет прямо на турбинный цех. И там стоят мощные турбины, генераторы. Музыка. 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 А? Музыка. Музыка. Ну да. Здесь полностью такая стела, которая говорит о том, как происходит циркуляция воды в природе. Музыка. Музыка. И даже на русском языке есть, видишь. Природа. На всех языках мира. И здесь информация о том, как этот водопад образовался, как его разрабатывали. Здесь горы собирают снег, речки собирают воду, идет воспарение и циркуляция. Ну да. Вот это когда-то замерз он был, смотри, как красиво. Ну и человек, который здесь разработал систему для того, чтобы построить здесь электростанцию. И вот этот турбинный блок, зал, который я вам показывал. Там вот такие турбины стоят, генераторы. Вот это как его строили. Устанавливали это все в 1910 году. А в 2011 году уже запустили это все, видите. Ну а здесь вот система этого водопада. Видите, как он здесь идет, вода спадает. А здесь шахта вот прорублена. И стоят, где эти турбины под землей есть. А есть вот там вот сзади, в том здании. Вот. Здесь их несколько. Вот водичка, видите, спадает по этому каналу сюда. Это здание, которое я вам снимал, турбинный блок. Его уже построили в 2008 году. Ну и, естественно, карта, схема всего этого сооружения. А вот этот турбинный блок подземный. Видите? Ундерграунд, который под землей. Там мощнее турбины стоят, побольше. Все это высечено в скале. Вот здесь, где я вам показываю. Вот здесь вот, видите. Вот это вот этот блок стоит. Который качает эту воду. И вот. Вот это отсюда, с него вода выходит сбоку. Огромнейшая работа проделана. А вот это водопад в самый свой пик наполнения воды. Видите, как он мощно бывает идет. Ну вот сейчас он в таком виде. Потом бывает чуть больше воды. А вот это вот уже пик воды. Все, дорогая, замерзла. Едем домой. Все. Прощай, водопад. Мы едем домой. Пока-пока. Уже вечереет. Завтра на работу. Пол седьмого уже. Поехали, дорогая. Поехали. Поехали. Ну а на вечер мы еще попали к Саше. С Оксаной на шашлык. Саня тут майструет. Саня, что ты думаешь такое? Я не думаю, свежина. Свежина. А, ну это ж... Вчера кабанчика заколола. Да, вчера свежина была. Там русские колят свининку и продают. Понятно. Юся. Юся, зверь. Зверь, кошка. Зверь. Здесь свеженька. Здесь свеженька. Здесь свеженька. Здесь свеженька. Вот смотрите как нам сегодня везет дома у Саши с Оксаной еще и попали на шашлычок с овощами картошечка в мундирах. Саня, ты такой шашлычок в запасах, обалденный, спасибо. Очень здорово. Ну да, это же свежее мясо. Спасибо большое. Сегодня день у нас удался. Обед был в ресторане, ужин у вас. Life is good.